Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 282. События дня. Впрочем, близок всему конец. 19 сентября 2016 года. Повторяю эпиграф, повторяется многократно в священном помне. Последнее Сирахов говорит, что ты умрешь и вести себя будешь уже по-другому. Были правители, были друзья у них, враги, покушения, государства, менялись границы. И ничего нету, нигде. Как будто никогда не было никакого Александра Македонского, никакого Цезаря. А то, что поминает его Юлии или Август, ему-то какая польза. Если весь мир приобретешь, а душе повредишь. Это очень сильное лекарство. Как себя вести, что говорить. Вот этот эпиграф, повторяю, уже не один день. И далее про одного человека, натворившего такое зло в России. Мы кое-где еще где-то перехватили бацилла греха, превозношения. Вот и сектант. Все, его уже не трогай, он-то не сектант. А он никто. В хору поют студенты. И не просто поют, а интересуются многим. Начинаешь говорить, ничего не знают. Но он знает, что все сектанты, а он не сектант. А живет с Танькой, с Манькой, ну, обыкновенный русский студент. Блудяга. Вот как об этом пишет в крейсерном сонате Лев Николаевич Толстой. Блудник. Каким и стал. То есть понятия целомудрия никакого. Среди крещеных, то есть моченых, крещеных-то ни одного нету, считай. На 300 человек только один что-то знает. Нет, исследование показали. У нас есть тут статья из мракоязычества. Там завкафедра Ицепенникова Евгения Павловна. Там пять лет исследовала сто групп. Все записывала. И показала, что ничего не знает. Почему? А слова Божие нету. Слово Божие сокрыто. Но он не сектант. Все 300. Нет, это сектант кто-то. Кто? Вот Дворкин научил. Вот теперь немного, что о нем пишут. Например, 25 роликов здесь. Вот я показываю, что заинтересует. Тормозните и сразу найдете. Инфекция плод человека ненавистничества. Делает из людей баранов. Воспаленном сознании Дворкина. Создал пугало для устранения неугодных. Просто это проказа буквально все пропитала. И даже суть-то не в этом. Ну проказа и везде бациллы есть. Зараза. Но как это приняли, все, начиная от верху до низу, 20 лет глотали этот яд. Создал разные исследовательские там пункты. И главное, это миссионерские отделы. Их нельзя поделать. Отделы. Божественные. А он подделал. Сатана рядится под образ ангела. Он занимается этим. Созданием и распространением злобных слухов. Сплетен. Разрушительный клей. Ты совершенно неверующий человек. Если бы помнил последнее твое, всему придет конец. И он оглянулся бы, скольких людей он соворотил. Скольких натравил друг на друга. Подрывная деятельность этого типа. Засланец. Прошел практику в Израиле, в Америке. Заслали. Он не сектант. Нет. Липовый профессор, шалатан. Но он не сектант. Нет. Сектант это все, кто не с ним. Кто не под ним. Ну и далее о русском народе, что говорится. И вот показать события дня. Мы свои ресурсы покажем. Вот в мой мир. Здесь можете заходить, писать. Это наш форум. Форум во свете Библии. Вот оно во свете Библии написано. Это наш канал. Видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Сегодня поставил три ролика. Посмотреть. Ну самое драгоценное, что у нас есть. Это сайт во свете Библии. И на нем ответы на вопросы. Вот здесь может человек найти ответы, которые он нигде не мог найти. Ответы давались без пригляда. Название человека, кто. А так написано Библией. Все на этом. Так толкует цитация. И такие каноны. Так там в житиях написано. Вот по четырем параметрам. Даются эти ответы. Времена меняются. Возможности такой уже нет. Вот удивляешься события дня. Вот вчера для меня огромным удивлением было. Тут надо Никитой дом. Никиты теперь дом есть. Заботимся у Володи Пащенко. И провести электричество. Раньше было как? Ну поставил, вызвал счетчик. Там записали. И все. Сейчас не так. Вот звонили мы почти два месяца. И ответ один был. Приобрести вот то-то. А какого типа? Нет, не говорят. Купил не тот счетчик. Так это речь-то идет о больших деньгах. Огромных просто деньгах. Но выставляют счетчики только на улице. То есть легко любой пацан-хулиган может сорвать с коробкой. Там ни на чем держат. Вы купите. Теперь кабель. Какой кабель? Это изолированная провода. Кабелем называется. У нас свой кабель. Только такой. Какой? Ладно, специалисты есть. Вот свои уже братья. Его спрашиваю. Он купил сам. Ну рассчитались. Только мы будем ставить сами. Только на улице. В каком месте? Ну все. Купили, сообщили. Вдруг вчера сообщают. Ну вы поставьте. Мы приедем. Провода накинем. Соединим с основным кабелем, который идет по столбам. Так вы же говорили. Ой-ой-ой. Это столько времени. Мы рыжили. И что? То ли выжимают что-то. Я до конца не знаю. Но такого безобразия. Такого отношения. На государственном уровне. Наверное, никогда не было. Совершенно бессовестное. И что хочешь, то и делай. Где ставить? Как ставить? А он приедет. А раз в году в селение приедет. Приедет. А не стоит. Так вы же говорили, сами ставите. Другой человек там пришел или что. Кому звонить? Пошел. Да у нас тут все свои ставили. Сами. Но я не могу ссылаться на вас. Мне инструкция нужна. Я скажу. Ну мало что ставили. Они говорят. Раньше ставили. Ладно. Пусть так. Сейчас только мы ставим. Мы ставят неправильно. Что-то неправильно там. Но мы ждали, купили, привезли. Вчера попросил соединить с ними. Сами ставьте. Вот это да. Я так и опешил. Такая подлость везде. Подлянка. И ничего нельзя сделать. А я не говорил вам не ставить. Ну не говорил там другое был ты. Но организация-то одна. И сколько долдодили, что. Мы только провода подсоединяем. Что за этим стоит? Что-то им не додали. Что-то им надо. Но безответственность смертельная. Мы остановились. Ставить или не ставить. Тем более выезжаем. Нас тут не будет зимой. И ставить на улицу. И любой ковырнул. Все. Пять тысяч в кармане. Не знаю. Вчера у нас. Работа такая была. Сказать. Вот где. Володя и Никита. Они рядом дома. А обходить через улицу. Все как. Ну выходить в улицу. А потом туда. Но там были когда-то воросы. Все сгнило. Там под крапивой. Куча кирпища. Бетонные какие-то там. Обломки. Ну. Ужасно просто. И все это разобрали. Рвали и рвали. Рвали и рвали. Рвали. И продрались. Ну и теперь. Никуда на улицу не выходить. От одного к другому легко пройти. Тем более если тут будут люди. Да какое это событие. Событие важное для нас. Важное потому что будут люди. Будут гости. И зачем ходить когда это как одна семья. Так раньше и было. На улицу то зачем ходить. Там чужие люди. Толочься. Что-то принести надо. А здесь внутри. Со двора во двор. Называют на чем дрова пилит козел. Он быстро разваливается. А когда вкапываешь его. Они дольше стоят. Вот вчера тоже сделал. Попилили. Володя. В целый день занимался. Своим домом. На отмостке. Которую сейчас еще не тронули. Нижняя часть фундамента. Все подмазывал. Дело то небольшое. Но важное. Никита тут приболевший. Сегодня идет опять в пасти. Это наше событие. Тут интересно. Иногда отзывы какие дают. Ну ругательные. Вы молитесь. Такие сякие. То есть сильно нападает на православную веру. Это означает правильный наш путь. Тут то мы уже разберемся. Что я здесь посмотрим. Сейчас обновлю. Вот так. Ну на этом-то не конец события. Мы не вмешиваемся в мировые события. Никаким образом. Только молитвы. Чтобы не было покушения на правителей. Господь пробил еще мир. Если возможно. И Богу нашему слава в веки веков. Аминь.